привет народ сегодня решил сделать видео как можно бороться с ржавчиной помимо стандартных средств типа цинкаря и там подобных то есть у нас вот есть машинка у нее немножко печальная дверь то есть если посмотреть то есть вот видно пучок такой здесь от спереди тоже чуть-чуть есть так и мы видим внутри он тоже у нас печалька творится вот и попробуем ее забабахать вот то есть будем действовать немножко нестандартным способом то есть не цинкарем как многие это делают с помощью химии и электричества ну для того чтобы нам бороться с ржавчиной мы ее покроем цинком но не с помощью обычного цинкаря а с помощью других подручных средств для этого нам понадобится паяльная кислота который здесь вот написано содержится соли хлористого цинка на то есть это обычная паяльная кислота она так и называется потом понадобится батарейка которую мы раскабаниваем и берем оттуда во цинк то есть у него корпус солевой батарейки самый дешевый самый-самый сделал из цинка вот лучше брать новую батарейку потому что старый в результате реакции там уже от цинка останется одна труха поэтому берем новый не жмотимся поскольку батарейка стоит вообще дешево вот что мы делаем мы берем и припаиваем батаре припаиваем проводок и такую из цинка то есть вот получается что-то в этом духе вот потом берем обычную тряпочку самую простую и обматываем этот электрод вот что-то типа вот такого так вот вот и все собственно больше нам ничего не нужно вот зарядник обычный там самодельный трансформатор и мостик и все так ну чего мы начнем мы вот эту вот всю ржавчину забабахаем с помощью вот диска вот такого лохматого на болгарку взяли вот и сейчас зачистим так ну вот наш автомобиль мы его зачистили да вот туда же есть дырка прожарела внутри это выглядит все как-то вот так вот страшненько даже до конца не получилось вот чтобы делаем мы подключаем вот этот блок питания минусовым проводом на массу вот он прикручен подключаем его в резетку так берем как бы нам сделать так так чтобы все получилось красиво берем электродик налили сюда паяльную кислоту макаем макаем и начинаем цинковать не знаю видно не видно прямо видно на глазах как вываливается цинк причем на ржавчину вываливается вообще нормально то есть вот на вот пораженное железо там почаще макаем идет немного дыма при этом электрод который мы сделали из батарейки он растворяется реально то есть его но мы легкими движениями не задерживаясь на одном месте так ну вот получается как то вот так вот не знаю видно не видно то есть она вся стала белая абсолютно то есть покрылась цинком этот цинк не смывается не сдирается то есть он лежит очень крепко вот для сравнения вот она желтая штука вот она угол да то есть вот он полностью белый сейчас добью все покажу так ну-ка посмотрим как с этой стороны получится у нас так свет 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 так так опа вот то есть вот она сразу становится прямо слоем цинка покрывается реально цинком короче цинкарь отдыхает так ну вот финальный вариант смотрим то есть вот они стали такие белые потому что я тут слоя цинка бабах мы прямо вообще не жалеючи вот чем дольше вы мажете тем больше слой цинка получается да то есть вот здесь он тоже вот внутри как получилось то есть видите все в цинке это вот кусок герметика просто тут желтый это не ржачно всю ржавчину он сожрал то есть цинк вытесняет ржавчину даже где не очень удобно ее забрать вот да не знаю сейчас посмотрим вот снизу то есть ну вот 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 как то так вот таким способом я начал бороться с ржавчиной посмотрим насколько он эффективный ну реально цинкуется по сравнению с цинкарями вообще земля и небо то есть лучше вот этого я не знаю что еще цинковать как еще можно больше то есть реально как ведро она он не убирается то есть она реально не стирается ни тряпкой ничем то есть она въедается цинк металл кстати 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 кому интересно кому интересно вот тот самый электрод видите он отсутствует то есть реально цинк весь перешел в металл то есть он стал не то что тонкий но никакой не фар то есть вот он весь его весь съела ну вот пробуйте цена вопроса пальчиковая батарейка большая батарейка стоит рублей 15 самая дешевая банка кислоты стоит 400 рублей но тут литр хватит чтоб оцинковать целую машину полностью может быть на две полностью вот расход очень маленький дешево 10 литров так что всем удачи пока